друзья подписчики всем огромный привет в общем я занимаюсь уборкой своего сырая с инструментами но это будет отдельное видео и маленькое видео отдельно я хочу записать показать вам вот такие вот бестолковые инструменты которые я купил ну когда еще особо не разбирался когда только приехал с разных секонд-хендов но им уже несколько лет то есть я их покупал давно давно и просто вам покажу для информации может в комментах кто-то напишет что с ними можно сделать короче вот такая вот штуковина мне попалась ну буду по одной показывать здесь три инструмента у меня всего но остальные я вам показывал то есть у меня кроме этого есть еще ленточная шлифовалка ну она была в отдельном видео вот я про нее уже все говорил поэтому в этом видео не хочу время тратить значит такой инструмент black & daker то есть все как бы идеал но я тоже особо как бы видите когда его покупал не рассматривала здесь получается 999 вот он был кейс идет здесь небольшая трещина она не знаю была она или это я уже треснул и в общем то сам прибор он называется инструмент вернее rotary so то есть это что-то типа фрезера но только вот такого вот простенького короче так что у нас здесь black & daker но это понятно сделано в китае тоже понятно но состояние как бы отлично я не вижу вообще никаких с ним боков все как бы круто но единственная проблема видите в чем здесь не хватает самой цанги и ну я сразу не заметил а потом уже когда заметил уже блин короче было как бы поздно и здесь больше ничего нет здесь что-то было но здесь пусто если этот кейс ну может можно использовать для чего-то что-то хранит black & daker а что делать теперь с этой херней я не знаю подойдет ли сюда какая-то другая санга какие виды фрез сюда можно установить то есть вроде бы инструмент перспективный вот как мне кажется но в общем пока он лежит и лежит и руки не доходят мне короче исследования провести может и пусан губ купить или подобрать какую-то взаимозаменяемую какие туда сверла надо в общем про этот я ничего не знаю это его купил он валяется не сейчас так как я навожу порядок у него как бы хранить опять десять лет как бы смысла нет в принципе 10 долларов небольшой убыток думаю может его просто обратно туда все конфеты отдать бесплатно и все и так какие у меня еще инструмент из ну это я вам говорю это я давно сейчас бы я бы их не стал больше покупать короче здесь тоже расчет лакон декер то же самое все идет в песке только вот в таком пишу старого образца пластика цена 799 значит внутри смотрите все в оригинальном практически состоянии прям в оригинальном но практически все есть чудо изначально то есть ну есть небольшая грязь конечно это это все использовано но я имею ввиду прикольно что все как бы есть кейс есть все как бы аксессуары вот ну почти все вот тут по моему что-то не хватает что тут было непонятно а тут блин наверное была вот такая вот насадка когда вот вешаются эти диски видите потому что диски есть насадки нет короче но смысл в том смотрите сделано в соединенных штатов америки штатах америки 115 вольт 2 и 3 ампера 1 и 6 лошадиных сил еще древний 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 блэкен декер посмотрите даже серийный номер здесь блин выгравирован вручную это охренеть просто каких он говыдов не знаю то есть я как бы вообще не знаком был с такими инструментами а когда приехал увидел думаю нихрена себе видите смазка с него течет ну потому что внутри там смазанный было не знаю мотор и вот она вытекала я это самое шоке был ручка такая бакелитова короче не купил думаю блин древность может для коллекции он какую-то ценность представляет но сейчас я уже понял что особой ценности с нее нету потому что я их вижу все время короче в магазинах и сколько он там 8 долларов было принципе как бы и недорого но и ничего такого как бы супер-пупер нету вот из интересного здесь видите вот это вот снимается штучкой здесь есть еще пусть и кроме как дрель можно было использовать как полировальную машинку то есть здесь вот сделано сша вот такая металлическая щетка здесь такая вот штучка это тоже для полировки и вот такие вот здесь еще наждачки то есть ей нужно было еще и шлифовать вот они видимо на разные размеры но это видите вообще какая-то древняя древняя технология и нету конечно вот этой штуковины с помощью которой не пользуются вот короче здесь вот супер крупная причине здесь видите все разные зернистости это значит для шлифовки это для полировки это для снятия ржавчины к примеру это я хрен его значу а это наверное кабель просто соединять но она тут чуть порвана вот ну вот видите дрель модель ю 122 короче здесь были еще сверла 3 сверл короче нет вот здесь и не наверное лежали в этом отсеке значит проволочная щетка она есть буфинг вилл это вот это мягкая есть ключ есть патрон кстати он видно якобс кей холдер что кей холдер я не знаю может это херня кей холдер сюда как-то ключ вставляется а потом она присоединяется просто к проводу чтоб не потерялась не знаю тоже 3 5 дюймовых шлифовальных диска вот пятидюймовый диск шлифований вот и 1 2 3 и посмотрите сделано 3 м компаний охренеть 50 зернистость посмотрите какой логотип я такого ни разу не видел охренеть просто сделано соединенных штатами круче это реальная древность конечно сейчас ему не особо то уже и пригодно посмотрим чего там пакетики руку не очень удобно так короче здесь какое-то сверло лежит какие-то болтики какой-то проводок а это я все это сложил в пакет она валялась вот здесь вот вот в той дырке то есть она вода если проваливается потом охренеть шликовые короче она там все валялась и просто сыпал это в пакет это пакет от воплера попал и странно что за такое вот короче инструкция смотрите оригинальная напечатано в сша здесь цена в долларах писал и жалко цены нет было поинтересно сколько она стоила в те времена и инструкция как сверлить сейчас таких инструкций абсолютно нету но раньше то для людей это была новинка электродрель раньше в те времена когда эта дрель появилась даже пользовались еще ручными и офигеть и людей тогда учили как надо дрелить то есть надо сначала вот установить это самое сверло затянуть его потом надо сделать вот такую мишень в виде креста и потом туда как бы сверлить короче кино и здесь все это описано но это было бы интересно конечно посчитать поржать вот ну и короче а ну надо смазывать вот это почему из него столько смазки течет а не эта смазка для сверления металла это другое так сверление дерева ну это твист битц дрел битц это которые по дереву я так понимаю которые по дереву такие они ну вы поняли по дереву по мягкому а это карбидные для кирпича цемента это вот такие вот старые перьевы видите какие еще и сама вот это вот насадка и так понял менялась охренеть и вот даже были коронки в то время то есть вот какое все было в то время ограниченное короче заземление чтоб она током а ну все правильно видите вот эта резинка это для ношения вот этого ключа чтобы его не терять сейчас уже все-то дрели без ключевые уже вообще сейчас кажется что-то такое да и вот кто-то типа купите аксессуары чтобы еще повысить свои возможности вот такая вот стойка для дрели диски горизонтальный стенд то есть ее туда можно поставить включить нажать вот эту кнопку она как бы заблокируется но будет все время включена и поиспользовать ее можно как это как ну по поняли как это как шлифовальная стационарная машинка получится мешать краску уже в те времена было известно можно было купить эту краску мешать ну и короче это для полировки короче понятно для металла то же самое для полировки короче очень прикольно охренеть ну вот что жалко непонятно видите какого она года потому что блин ну это я не знаю это тошно 50-е года это даже не 60-е наши 60-х уже все было такое нормальное пластиковое а это еще видите все алюминиевый корпус но это наверное не самая старая блин случайно зум нажал верно не самая старая но одна из старых так какая-то а ну и короче вот чего вы видите не хватает там еще была вот такая вот хреновина с помощью которой можно было крепить вот всю эту короче мишуру и и и нет вот это вот конечно жалко но нет так не даже ничего не поделаешь короче коллекционная дрель вот ну в америке она конечно нафиг не нужно может быть где-то бы она бы и стоила каких-то денег но в сша их просто так много во всех секонд-хендах они от пяти до десяти долларов их практически не в любой день но если походить ну и последняя короче хрень ну это вообще дорогая 15 долларов было но блин здесь смотрите все вообще новое то есть никогда не пользовались вот такая вот натуральная кожа кожа натуральная и к ней прикреплена какая-то хрень короче это крафтсман сервис рыбак компани здесь целый набор и вот листов новых наждачки вот этот открытый то же самое видно какие они старинные короче это такая погрубельную тоже посмотрите какие наждачки за какие-то старых как у нас советское время буду сейчас уже нету какие какая у них это самое а 50 это явно не на 50 это что-то другое означает потому что это тоже 50 то есть видите тогда еще даже и маркировок наждачек разумных не было короче то же самое все напечатано в сша полностью вся инструкция двойное двойная изоляция но это уже получается более современная то есть двойная изоляция это для которых не не нужно заземление по сути дела поэтому не увидите и вилка другая вот этой кстати вот смотрите какая вилка но здесь кто-то сам выбрал лишний провод заземления потому что с этим ну лишний штырек что с лишним штырьком она в обычные розетки не влазит это штырек вот вот он тут валялся в пакете вот такой бронзовый вот то есть его просто кто-то выбрал это не яйца еще ко мне вот кто и пользовался а здесь уже двойная двойная изоляция поэтому здесь заземление уже не надо это уже более конечно современная но все равно еще старая сделана в сша модель 315 это значит что она сделана компанией райоби то есть райоби неплохая компания ну и то же самое здесь аксессуары как ее разбирать как смазывать как менять наждачки вот чтоб не дополнительно можно купить схема даже полностью и всех деталей вот это сейчас конечно ничего этого никто не печатать час просто это самое в магазин обратно отнес или если в сервисный центр и все короче потом здесь вот такие его диски продаются эксклюзивно true value профессиональные они еще не распакованы их никогда не открывали видите здесь их сколько 5 дисков по 5 1 4 дюйма тоже они видите какие-то странные сейчас они или продаются сплошные или с отверстиями под пылеотводителя здесь вон середине такой крест выбитый сейчас уже тоже такого нету да чисто уже антикварные профессионал мастер механик general purpose medium то есть видите были раньше грубые средний и мелкий и даже не было там вот этих градаций по номерам то есть здесь нигде нету не указано какой номер вот написано видите fine medium грубый и супер грубый и и и не было вот это как сейчас там 40 50 60 70 80 90 100 такой точности не было то есть было вот примерно грубый супер грубый средний и мелкий и все здесь написано на каких работ какую применять короче смотрите дальше все сделано какой кабель обалдеть вообще тоже увидел миллиард лет дальше смотрите сертификатов инспекции идут белое видите это обросло этим коррозия видимо металлическое колечко было но все закоррозировалась вот вот то есть инспектированный номер инспектора сделано в сша короче такая вот хрень это я не знаю что но это тоже тут было ну и все и вот сама хрень вот так она выглядит то же самое с него не понатекала смазка это смазка полностью металлический корпус такой хромированный блестящий вот это все тоже такой пластик наподобие бакелита очень такой твердый и блестящий сейчас делают более такой мягкий пластик как бы ударопрочный а этот явно хрупкий вот такой ударишь он весь расколется смотрите логотип какой четкий вот включается выключается но дизайн просто конечно 10 баллов вот это вот все это короче какая-то смазка и может быть вот видите начало хромирование чуть из-за нее темнеть надо будет ее протереть тоже и и вот здесь вот я не знаю вообще видите как-то что-то сделано короче а ну тут вот какие-то кнопочки есть а ну и тут наверное короче можно разобраться кто-то поснимается так и что у нас здесь фирма стирс орбитал мошен значит вращательные движения двойная изоляция модель номер 315-116-20 но можно просто по ней погуглить серийный номер смотрите вообще еще четырехзначный 6526 то есть не так уж их и много выпускали сделано в сша вот тоже какого года жалко что нету не сохранилось никаких старых чеков или документов ну блин в принципе за 15 долларов я думаю нормальная покупка потому что она практически новая ну если даже и не новая может ей пользовались так всего пару раз и дело в том что она еще пригодная для работы то есть я могу просто сюда поставить и вот любую из этих хрений там да такие наждачки можно и современные купить размер-то остался я ведь даже там ленту купил на куски порезал какой надо и можно ну то есть можно ее использовать для деревообрабатывающих работ вот ну вот информация о ней но уже не буду время тратить это видео долго получается чтобы ну в общем вот такие у меня инструменты в общем мне нравится вот эта но она чуть дороговато но хрен с ней ей можно работать смотрите друзья короче сила карта памяти сейчас новую поставлю в общем как я вам говорю вот этот ну как с одной стороны мне нравится то что она самая древняя получается из всех этих инструментов и такая как бы прикольно выглядишь но вот что мне не нравится для работы она абсолютно непригодна то есть я ей сверлил и вот этой вот штукой короче ну не прямо это а такой вот своей пытался работать потому что у меня 12 вольтовый тогда только был шуруповерт и очень быстро сажалась батарея мне она нужна была от сети а кроме сетевой у меня только вот эта единственная дрель была я короче ей вот это вот чистил ржавчину на трубах там с другой стороны трейлера и она шумная просто пипец она так шумит она вроде работает но она шумит просто я не знаю это ни с чем не сравнимо я никогда таких шумных инструментов в жизни не слышал и звук такой противный противный то есть он наш визжащий короче ну работал ей можно если в наушниках но как бы тоже такая двоякое мнение вот это нравится это как бы 50 на 50 а вот эта штука получается она вроде бы самая пригодная из всех этих инструментов но из-за того что я провтыкал что здесь чего-то не хватает то то получается что ну я не знаю тоже что с ней теперь делать вот то есть будут тоже как бы думать но на деле я в общем вам даже пока не могу сказать сейчас какие у меня на них планы потому что я еще не решил или блин сложить их обратно пусть лежат до лучших времен или блин хрен его знает конечно можно было бы какой-то музей старых инструментов открыть но что я с двумя инструментами сделаю их сотни надо и еще более старые чем эти в общем не буду вас больше загружать подписывайтесь ставьте лайки всем огромное спасибо за просмотр пока